друзья всем привет к сожалению день был облачный вечерок как бы тоже сильно облачный солнце нет пока ничего страшного у нас сегодня работе так было прикольно утром как все чай наливали вдруг разговорились по поводу у нас же в розах утра поехал трое человек двое моих коллег но с своими семьи понятно друзьями семьями и я я поехала раньше они поехали чуть попозже где-то наверное недели позже после меня то есть я уехала они там кто-то 10 заехал туда 11 вот мы начали обмениваться впечатлениями оттуда все и я все думаю кто-то меня как прокомментировал а это оказался мой коллега олег у нас айтишник но можете я конечно не совсем верно говорю кем у нас работает но по крайней мере или числится точнее кем вот короче занимается компания надеюсь он не обидится что я точно не знаю кто он там у нас в специальности вот и разговорились он оказывается оставил комментарий под одним из видео о том что да действительно красная поляна точнее роза хутор это классные склоны и но прикольно было кататься в общем подтвердил так сказать то что я говорила видео что роза хутор это самые лучи склоны были вот обсудили другой рукой сказали свои впечатления очень всем все понравилось все рады и приехали с классными впечатлениями такие вот дела так я сейчас пока буду ехать домой перекрестки хочу заказать олег меня уже ждет хочу заказать миди створках сегодня их приготовлю еще перед работой я достала тунца он у меня уже был тоже как-то перекрестки ходила заказывал вот так что не буду делать тунца готовить и миди створках покажу вам вкусненький рецепт тунца не обязательно вот миди это дело вкусное представляете разница в цене в магазине перекресток ой-ой-ой докинула и и разница в приложении перекресток буквально каких-то 100 рублей то есть то есть приложение миди стоили приложение стоили миди чего-то там 299 рублей с копейками в магазине самом стоили 390 с копейками что рублей разницы вот так вот выгода в итоге я взяла две упаковки миди и так по ерунде немножко лучка и лимончика ну чё пошли готовить а прежде чем готовить не надо кое-что сделать сейчас все по очереди расскажу так ну все я переоделась готова идти делать миди и тунца да кстати девчонки заметили чуть да я в пижаме всю зиму проходила в шортах футболки а теперь хожу в пижаме я просто отключила теплый пол на кухне и чуть как зябка стала в этом квартире а перед 8 марта мне что-то дернуло думаю закажу себе какой-нибудь подарочек на валдберрис захожу порыскала порыскала бац и на просторах валдберриса нашла такую клюву пижамку сейчас я вам ее покажу в зеркале она такая миленькая сердечками прям классненькая кстати стопроцентный катон на мой рост прям вообще села идеально то есть если бы я была чуть повыше там есть отворотики тоже покажу вам их можно если что но они не отворотики а просто подшита пижамка снизу на штанишках можно я так предполагаю их отпороть и будет по росту самое самое то у меня маленький размер размер с к там по-моему было это самый маленький ну вот на метр пятьдесят пять прям села идеально кстати упаковочка такая была миленькая и миленький подарочек тоже сейчас вам покажу упаковочка была такой прозрачный пакетик с бегунком мне нравятся такие пакетики знаете почему потому что их можно потом куда-то в поездке брать что-то в них упаковывать очень хорошо и вот представьте вот такая масочка была это было так мило маска гранатовая для лица просто милота так пойдемте зеркало сейчас я вам покажу свою пижаму вот тут сама творить про которым говорила он такой довольно большой как бы поэтому если что-то но если вдруг а так прям вообще и тапки главное тапки подошли потому что сердечки не такие прям но не красненькие а такие бордовенькие больше прям я говорю по цвет тапок вообще цена просто была улетная и она еще там такая до сих пор до вуаля ну что скажете и тапочки прям подходит четко под пижамку прогнет карманчиков так вот а вот вы 10 есть карманчик кривенькая да такая мягкая мягкая такая уютная уютная мне очень нравится суперская девчонки кстати кто захочет купить такую пижамку я вам оставлю в закрепленных комментариях ссылочку может быть кому-то мне кажется это вообще идеальная просто подарок для каких-нибудь там подружек детишек не знаю там внучек в общем для девчонок потому что здесь есть такие милые сердечки классная пижама ну чё когда прохладно и что только не оденешь в общем пижама вообще бомбическая я прям хотела давно беленькую пижамку так здорово так пойдемте мыть руки и пора мариновать тунца кстати кстати по поводу мяса тунца мясо тунца не содержит жира в нем нет углеводов что-то я холодильник не закрыла оно содержит много белка витаминов минералов и кстати регулярное употребление мяса тунца предупредит о развитии онкологических и сердечно-сосудистых заболеваниях так что девчонки это очень полезное мясо тунец вообще полезная рыбка и она кстати улучшает состояние кожи и волос и нормализует давление и уровень сахара в крови вот так вот так вот я сама мидии про которые я вам рассказывала которая в перекрестке заказала но прежде чем здесь 45 грамм прежде чем их сделать пока нибудь размораживаться я займусь чем я займусь очень нужным делом шубу ты я убрала а вот обувь пока нет так что сейчас буду готовить консервации на лето по коробочку сначала надо все помыть что-то может быть подкрасить что-то может быть чуть-чуть почистить а что-то помыть и вообще капец и издать выходные в обувной мастерскую обуви так ну собственно я просто тряпочкой протирая все обувь что нужно кладу всякие бумажки типа газеты или что мне там есть может быть в коробках в кончик обуви в мыс точнее кончик говорю в мыс чтобы не было заломов и все играет коробочках по коробочкам по разным так ну ладно и достану что-то себе из осенние весенние обуви видимо это будут сапоги на каблуке потому что ботинки у меня есть двое черных одни белые этого вполне достаточно погнали так ну что пока я там занималась обувью у меня уже готов тунец всего 25 минут и вуаля друзья кто захочет узнать рецепт пишите в комментариях либо смотрите на моем дзен канале название такой же баба таз так ну ладненько давайте начинать делать мидии их я вам покажу точно так тунец у меня готов погнали делать мидии я хочу предварительно сразу сварить себе спагетти буду мидии спагетти со спагетти так немножко раковин тут оказалось треснутых вот одна и вторая по он две штучки оказались треснуть за и вот еще одна ну ладно ничего страшного так нам для этого нужно кастрюльку ну я возьму такую же мидии их надо обязательно ополоснуть они правда в пакетике в собственном соку но все равно их надо ополоснуть нам нужны сливки можно 20 процентов соль белое винишко и репчатый лук все больше ничего пока варим спагетти я почищу лук и порежу его мелким кубиком все минимум ингредиентов потом главное налить в бокальчик винишко положить себе засервировать столик и прекрасненько поужинать говоря нам к этому делу понадобятся сухарики чесночные и сами мидии нам тоже нужен быть чеснок так давайте то повторю ингредиенты мидии соль вино белое сливки репчатый лук и немножко чеснока тут половина чеснока вот это вот то часть крупная это для сухариков сухарики вы можете делать я буду делать из белого хлеба но в принципе они делаются белого хлеба вот так что тут у меня макарики варится сухарики жарится прям все полным ходом как я люблю так девчонки мальчишки тоже запоминайте вы же сто процентов любите морепродукты к пиву кстати мидии очень даже ничего так что тут у нас масло почти согрелось можно в духовке обжарить сухарики мне про сейчас у меня там тунец стоял и xx все надо будет чуть-чуть присолить и все и все пучком xx чесночок который покрупнее еще бомбовую часть классно я прям даже есть сильно захотел наверно бокальчик взять выпить пока так девчонки когда будете вообще когда что-либо жарите с чесноком не забывайте чеснок вытаскивать иначе он будет гореть и будет плохой запах так у меня тут уже оливковое масло еще кинем сливочное маслица и туда идет у нас чесночок с луком обжариваться неудобно одной рукой так обжариваться будет спагетти у меня вот тут уже готова так теперь сидела довольно быстро обжариваем лучок до золотистой корочки потом туда вливаем вино кладем мидии накрываем крышкой на сильном огне все это готовим несколько минут можно даже так слегка потом будет перемешать вот так вот взять сковородку крышкой накрытие вот так перемешать знаете но только надо осторожнее чтоб мидии не побились и в конце уже можно добавлять сливки или можно отдельно когда мидии будут готовы их выложить но в какой-то емкость например вот сюда вот и в соус с мидиями добавить сливки чуть-чуть их пропарить довести до готовности до кипения и этот соус уже вылить в готовой мидии все быстро все быстро делается лук у меня тут застрял на руке так ладно я уже добавила винишко она тут чуть-чуть выпаривается надо чтобы она чуть-чуть выпарилась так макарончики накрыла чтобы они у меня не остыли так быстро сухарики уже выложила то есть я в полной боевой готовности так надо пойти пока вино выпаривается достать уже бокальчик достать цвет паре и борщики и быть полным боевой готовности так винишко все это отнести в комнату так друзья на у меня все готово вот так выглядят мидии сливочном чесночном соусе винном свинишком винишко в бокале баба таз не бухает баба таз отдыхает спагетти мои любимые чесночные сухарики короче новая пижама все дела ну что друзья за хороший вечерок да что там говорить и за пижаму все друзья желаю вам всем такого же классного медийного вечера такого же мега ужина с хорошим винишком классный недорогой пижаме лан друзья шутки шутками за вас с вами я ваша баба таз не скучайте по вечерам медийного вечера медийного вечера Продолжение следует...